Я родился, насколько это можно сказать, благополучной семье, пока отец не стал алкоголь употреблять. И маме приходилось выращивать меня одной. Насколько я помню, я с детства все время воровал. Украшения у родителей, деньги, в магазинах отрезал пуговицы. Такой у меня был способ, может быть, даже не знаю, как его назвать. Но все время воровал. Заходил в школу, по карманам лазил. И вроде бы я был хороший мальчик, если меня любили. И учился в школе хорошо, но вот втихаря натворил такое дело. Встретился с компанией взрослых парней, стали с ними выпивать. Они были рокеры в нашем городе. И жизнь так завязывалась, что дом пропадал. Из ПТУ выгнали, потому что подрался с физруком. И вроде бы наступил переломный момент, когда пошел в армию, стал заниматься спортом. Меня оставили уже начальником караула. В Москве я служил в генеральном штабе, охранял Министерство обороны. Среди одних генералов, как-то вдохновленный, пришел из армии, стал бегать каждый день. Ну, вроде бы к друзьям тянуло. Иногда с ними выпивал, ну, не курил уже. Потом с утра бегал, так-то мне было плохо. И вроде бы выбрал я опять алкоголь. Потом перешел на наркотики, пошел на дискотеку, стал употреблять таблетки. Ну, где встретился, в общем-то, со своей будущей женой Алисой. И мы вместе перешли на уже более сильные наркотики, героин. И 8 лет управляли наркотики, из них 6 лет продавали. И жизнь была очень тяжелая. В конце меня уже выгнали из дома. Последний год я уже там жил в подвале, скитался. Подрался я, выпившись с полицейскими. Тогда еще, по-моему, милиция была. И посадили меня в тюрьму. Я все время мечтал выйти из тюрьмы. И всем рассказывал, что из тюрьмы выйду. И женюсь с Алисой. Но женюсь на Алисе, и у нас будут дети. Девочку назовем Катей. Ну, все ребята, которые приезжали, говорили, что Алиса с тобой не хочет иметь ничего общего. И пока однажды я через несколько лет из тюрьмы не дозвонился до нее. И она мне сказала, Рома, я с тобой не смогу больше быть вместе. Не могу. Ну, я, говорит, стала другим человеком. Я говорю, кем? Она говорит, я тебе сейчас не могу рассказать. Я говорю, ну, расскажи. Она говорит, я поверил в Бога. Я стала новым творением. И ты бандит, и хулиган, и грабитель. И нас ничего не может связывать. Единственное, о чем мы можем говорить с тобой по телефону, я тебе буду читать Библию. А ты будешь меня слушать. Ну, да мне хоть Есенин был, хоть Пушкин, хоть кого он мечтал, лишь бы с ней было пообщаться. И вот она мне каждое утро звонила, а вечером перезванивала и спрашивала, что я запомнил. И я ничего не помнил. Она мне два месяца читала. И она говорит, все, ты ничего не помнишь, ничего мне не рассказываешь, я не буду с тобой. Я говорю, все, завтра ты мне позвонишь, я все буду помнить. Все время эта история в моей жизни все время звучит. А почему Бог Спасное? Почему все умерли, все, а Бог Спасное? И она мне звонит, я ей захлеб рассказываю эту историю. Так запомнил ее. Она говорит, Ром, как здорово, ты выучил наизусть, что ли? Я говорю, нет, просто она мне запала в сердце. Вот я сейчас так говорю, так не помню, как я уже выражался. Это сейчас как верующий, знаете, уже с такими цитатами, скриптами. Но звонит она мне на следующий день утром. Звонит на следующий день утром. Я беру трубку и на меня нападает. Сейчас вот я так слегка плачу, да. Такое мягкое, слава Богу, стало сердце. Потому что я насильник был, людей терзал, и люди умирали, и что только не было, и женщина у меня поступала. Она мне звонит, я беру трубку и начинаю реветь. Очень сильно, прям, знаете, как в мультиках. Вот так вот показывают, прям с криком, с таким сумасшедшим. А-а-а, реву, реву, реву. Ну, трубку я бросил на диван. И весь отряд, вот эта комната большая, там 63 человека жило, в двухъярусной кровати. Я на тот момент уже был смотрящим в этом своем отряде, занимал положение. И люди вот так вот бегают. Я смотрю на них, они бегают от кровати к кровати, там чай закурить, к работе готовятся. И, как знаете, я так, у меня такое представление, как будто они мышки белые такие в банке стеклянной бегают по этой банке, и врезаются в стекло, и не понимают, почему им не выйти. А я стою, как будто бы вне банки, и ощущаю такую свободу. И ко мне подходит парень, говорит, Рома, когда я перестал кричать, просто стою, у меня текут слезы, он мне говорит, а чего ты плачешь? Я говорю, а мне вас жалко. Ну, и с того момента люди подумали, что я рехнулся, потому что я был смотрящий, знаете, с четками такой. И встал каждый день ходить на стадион, брать земляков, и рассказывать им, как надо правильно жить. Они говорят, Рома, ты вчера был нормальный пацан, позавчера нормальный пацан, а сегодня что-то произошло? Я говорю, у меня открылась форточка, пошла информация. Я написал письмо в суд рассмотреть мое дело. И вот этот сон, это доведение меня так коснулось, что я свободен. Я написал письмо, и мне через месяц приходит ответ, меня освобождают. Мое дело пересмотрели, и освободили меня, скинули до с половиной года. Я пришел, встретился с Алисой, пошли с ней в ресторан, съели мясо. Я говорю, ну, давай вместе жить. Дальше она говорит, я не могу с тобой жить, я сейчас в церкви. Нам пастор должен назначить время, сколько нам встречаться. Я говорю, что мне надо делать, чтобы быть вместе? Она говорит, тебе надо стать верующим. Я говорю, ну, какие действия? Она говорит, иди в воскресенье в церковь. Я пошел в воскресенье в церковь, ну, и стал верующим. Ну, стал, слово стал, потому что не по своему желанию я стал, я так в кавычках, да. Я уверовал в Господа, прямо сразу на первом собрании. Я и ревел, и каялся, и пастор меня благословил, и сказал, раз, так тебя Господь коснулся, раз вы столько лет уже, а мы уже вместе были 8 лет до этого, вот вам 3 месяца всего, и, ну, женитесь. Через 3 месяца мы женились, а я сказал в тюрьме, что освобожусь, через 3 месяца поженимся. Я сказал, что дочка будет Катя, и, ну, дочка у нас родилась Катя. Я помню в тюрьме, какое было катастрофическое изменение в моей жизни. Никогда у меня было вот видение, а было до этого, за месяц, я лежу, и мне снится такой сон. У нас ремонт на бараке, мы все в кухне спим, там по 6 рядов до потолка столько людей. Мы так вдвоем на одной кровати спим, и мне снится. Идет ко мне мой знакомый, с кем я вместе живу, хлеб делим, и он как будто бы дьявол. Вот прямо вот я чувствую, что он дьявол. Это не сейчас я опираюсь на свое мнение, ну, уже верующего, а тогда я прям чувствую, идет ко мне дьявол как смерть. И вдруг ни с того ни с сего, он такой начинает светиться, и в меня, через сквозь меня проходит. И я начал всякими звуками кричать очень сильно, как свинья, как, ну, какие вот здесь известные животные. Я хрюкал, квакал, как корова. Люди все вот так вот по стенкам расшарахались. И я по эти полчаса где-то кричал. Утром я проснулся, свернул матрас и ушел на другой отряд, просто ни с того ни с сего. И там у меня сразу, ну, изменилась моя жизнь. Ну, какое-то понимание к жизни стало другое. Я выкинул сигареты, курить не хочу больше. Ко мне приходили, там, легкие наркотики в зонах, не знаю, можно это говорить. Ну, и не хочу я курить. Ну, и вот буквально через месяц я связался с Алисой, созвонились. И вот так вот был приготовлен мой путь через такой сон. И Алиса у меня все время работала парикмахером. И я все время спрашивал, Алиса, что ты хочешь, чтобы я для тебя сделал? Она говорит, я так хочу салон всегда, я хочу салон. А я работал, освободился, пошел подметать вагоны уборщиком. И через два месяца я там сделал уже свой бизнес дровяной. Там разгружали вагоны деревьев, я договорился, стал пилить. Нанял уже узбеков, они подметали вместо меня, я просто занимался бизнесом. Ну, у меня, видимо, после наркотиков все время продавало, у меня все время продавать что-то в крови. И, в общем-то, такой есть у меня талант, что-то продавать. Я на мне хочу свой салон. Я говорю, ну, время придет, и я тебе открою салон. И вот сейчас мы здесь находимся, в салоне красоты «Новый стиль». Один из самых преуспевающих в городе Выборге, с хорошим доходом, с хорошим валом. У меня 22 сотрудника. Начинали мы с трех человек, одно маленькое помещение, потихонечку вкладывали. Полтора года в минус работали, потом два года в ноль. Потом нанимали команды, которые нас прокачивали. И, в общем-то, сейчас мы преуспеваем, и все автоматизировано. И не надо здесь находиться, все само работает. Я все время с детьми, я там в церкви, на молитвах. Ну, я так люблю это дело. И, ну, Божья рука над нами. Мы верим, что с Богом все возможно. По-другому нельзя жить. Я расскажу стих, который я с рождения своего свыше. Я его храню и с ним иду. Где написано, что Авраам, когда был столетним, и Сара, когда утроба была омертвевшая, они не помышляли о том, что они не могут родить. Ну, смотрели на обещания Божьи. И я все время открываю Библию и смотрю, где Бог мне что обещает. Помню вот это обещание, что не надо смотреть, что я не могу открыть салон. Не надо смотреть, что я не могу заработать еще больше. Не надо мне смотреть на то, что мы начали строить дом, и уже у нас сейчас огромный вообще дом, прямо около церкви, 50 метров от церкви дом. И мама говорила мне, и Алисина мама, Рома, куда вы лезете, вы не построите этот дом. Мы уже вложили туда 10 миллионов. Деньги откуда берутся? Не надо смотреть, чего нету. Надо смотреть, что обещал Бог. А Бог обещал успех, радость, мир, удачу. Когда сойдет Дух Святой, делай, что может рука твоя, Бог с тобой. Вот на эти стики смотришь, ну и легко двигаться. Редактор субтитров А.Семкин